Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет. Народный букмекер. Результат я сказал после матча о том, что каждое очко – это все в копилку. Это не означает, что мы довольны на ничьей или вот мы настраиваемся на ничью. Мы всегда настраиваемся на победу. Нам хотелось выиграть. Мы примерно предполагали, как план соперника и как нам нужно будет действовать. И мы, я считаю, первый тайм действовали хорошо. Ну, в целом мои груди вели хорошо. Но в первом тайме прям это все ложилось так, как нужно было. Единственное, что, я так скажу, наверное, что вторая часть первого тайма немножечко такой сумбур был в плане там вот когда завершающие удары, когда там немного неправильной позиции делали. То есть можно было скрывать зоны, о которых мы планировали, о которых мы говорили намного эффективней, но тем не менее 1-1. И с учетом того, что мы проигрывали, хорошо и все, двигаемся дальше теперь. Вы могли выпустить шляпку направо, а решили сохранить на его позиции слева. Но льва ноги и футболист отправился направо. Это был именно атакующий ход? Да, это был атакующий ход, совершенно верно. Мы учитываем особенности соперника, но мы все равно выстраиваем подготовку к игре, так как будем действовать мы. Это была для нас важная трагическая вещь. К сожалению, потом она должна была измениться дальше. Но Ильнор получил повреждение, была сделана вынужденная замена. Ваши вопросы? Трой вопрос. Как раз по завершению атакующей линии, да? То есть видно было, что не так много моментов. Может быть, был смысл все-таки Максимова в основу выставить? Ну, у нас... Забивает же? А? Забивает же человек. Не, он забивает. Максимов умеет забивать, это нападающий. Вот. У нас есть вещи такие, как ротация состава. И, ну, Максиму необходима была определенная, на наш взгляд, определенная такая, ну, не то что пауза, как у футболиста может быть пауза, но такая именно стратегическая вещь, назовем ее ротация, да? Потому что у нас футболисты могут играть, не выходить в стартом составе и не играть по, я не знаю, по двум причинам, да? Первое, это если человек не выкладывается, как это надо, необходимо команде. И, слава богу, что у нас этого нет. И второе, это вещь именно стратегическая, то есть именно нужно поменять рисунок игры. Вот, это связано именно с этим. Поэтому, Максим, вот, у нас выходил сейчас две игры, две игры на замену. Вот. Выходил достаточно уверенно. Будем надеяться, что мы будем... И второе, тоже по, в общем, составу. Видно было, что середины поля нас насытили хорошо, то есть там вязками доверили, будем играть. Вот, вот, в защите показалось, что была некоторая нервозность. Так это или нет? Ну, я не сказал бы, что была нервозность. Мы предполагали, что вот у нас сейчас вторую игру играл Евгений Морозов, молодой наш футболист, что будут встречать именно его, да? Сергея Божина будет передача, будет встречать именно его. И мы были к этому готовы. Ну, вот, по нему правильно Ильнур открывался. И в целом Женя сыграл хорошую игру. Нервозности не было. То есть мы понимали, как мы будем действовать. Ну, если вопросов нет, я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые приехали, несмотря на расстояние, несмотря на сложности фан-иди. Мы очень сильно командой благодарны, что люди сделали, пришли на стадион и нас поддерживали. Для нас это очень важно, потому что, вы знаете, признаться, у нас особая аура с болельщиками. У нас очень атмосферно в Воронеже и на стадионе, и люди очень сильно переживают в городе за команду и поддерживают, и верят в команду. Это самое главное. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые к нам приехали, которые за нас болели в Воронеже. И я вас приглашаю окунуться в этот праздник в городе Воронеж. Приезжайте. Добро пожаловать. Хотел еще пожаловать? У вас здесь тоже праздник болельщиков, но что-то не сегодня. Ребят, главное, я считаю, всегда верить. За темным временем суток наступает обязательно рассвет. Поэтому рассвет будет сто процентов. И у крыльев? И у крыльев? У всех, так же по жизни. У нас там смысл. Да. Олег Петрович, можно вопрос? Да, конечно. Вам не кажется, что Андрей Мендель очень круто играет? Иногда, на самом деле, соперникам Менделя жалко становится. Мне кажется, через счет. Они грубее и рады. Не грубее кого? Крюльпийский. А, ну там тоже. Ваше мнение просто хотел услышать. Андрей, я не могу с вами согласиться, потому что Андрей очень, очень качественно выполняет такой элемент, как отбор, перехват. Он очень тонко это делает. Это, на самом деле, очень стильно. Потому что, ну если мы берем там чемпионаты, например, там, ну Англии, да, и то есть Германии, то там игра вообще проходит и динамичнее, и гораздо жестче, наверное. Андрей делает это очень тонко. И Андрей был в том году лучший в лиге по отборам и перехватам. А в 2018 году в составе «Химок» он был тоже лучшим по отборам и перехватам. Поэтому стабильность – это признак мастерства. Мы очень хотим, что это все вещи прошлые. И мы рады, что у Андрея есть желание этот улучшить результат уже в этом году и в РПЛ. ПОДПИСЫВАЮСКОМЕЦКИ 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 Продолжение следует...